Сегодняшний форум начался с выставки сельхозпродукции. Предприниматели Казалинского района Казалардинской области и некоторые представители нашей области организовали небольшую ярмарку, где продемонстрировали свои продукты. Среди этого разнообразия были представлены кондитерские изделия, молочная продукция, несколько сортов риса и прочие продукты питания. Данный форум послужил удачным продолжением сотрудничества, о котором Акимы, Актюбинской и Казалардинской области договорились еще в мае этого года. В областях до этого момента уже проводились совместные ярмарки сельхозпродукции, что значительно активизировало поставки. С нашей стороны, то есть Актюбинской области, этим в основном занимается СПК Актюбе. Они поставляют на рынке Актюбе, в основном на рынок Табас, рис казалардинский, соль, рыба и летом сезонно это бахчевые, то есть арбузы и дыни. А в Казаларду мы отправляем местную продукцию, это в основном растительное масло, молочные продукции местных предпринимателей и племенной скот. Очень хорошо мы продаем племенной скот. По словам замначальника областного сельхозуправления, с начала года общий объем товарооборота превысил полтора миллиарда тенге. Из них около 800 миллионов – это наша продукция, отправленная в Казалардинскую область. И 710 миллионов – это казалардинская продукция, завезенная к нам. В будущем эти показатели будут только расти. Аким Казалинского района поделился своими планами в отношении сотрудничества с нашей областью. В Казалинском районе недавно построили завод рыбной продукции. Сейчас производство уже запущено. Теперь мы хотим открыть такие же заводы и в Актюбинской области, в районах Шалкар и Иргиз. Если говорить о наших показателях, то в этом году мы собрали 7 тысяч тонн риса. Это большой успех. На этой выставке, кстати, представлены три сорта нашего риса. По окончанию совещания между представителями двух областей был подписан меморандум о прямых поставках, которые, по словам представителей, послужат не только импульсом к развитию и увеличению товарооборота между регионами, но и позволят стабилизировать цены на поставляемые продукты. Кристина Вейц, Алимжан Малдебеков, программа «Факт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова